Всем привет! Меня зовут Владимир Дегтярев. Вы на РБ Хоккей. Мы говорим исключительно с вами на хоккейные темы. Сейчас разговор идет про национальную хоккейную лигу. Матч Колорадо-Сент-Луис. Вполне себе возможно эти команды сойдутся уже весной, но в финале западной конференции. А почему нет? Действительно, Сент-Луис становится все только мощнее. У Сент-Луиса все прекрасно именно при игре. Что в атаке, что в обороне. И Сент-Луис сейчас достаточно уверенная в своих силах команда. Что касается Колорадо, то вот здесь команда на пути становления. И вот сейчас Бэднер, главный тренер команды Колорадо Эвиландж, выстраивает все линии. Ну, понятно, с линией атаки здесь вообще никаких вопросов нет. Когда у тебя есть Рантанин, Ландескок и Макинон, это здорово. В обороне Кайл Макар, который один из лучших игроков сейчас, да, среди защитников по набранным очкам, голевым передачам и заброшенным шайбам. И может стать лучшим новичком. И все это здорово. Вот теперь это надо все отладить, да. То есть наладить игру всех линий. Вратарской, обороны и атаки. Вот здесь у Колорадо есть проблемы. Но думаю, что в этом матче, а мы основываемся на фонбет и отправляемся именно туда, думаю, команда Колорадо Эвиландж забросит больше двух с половиной шайб в ворота Сент-Луиса. Так что делаем ставку на индивидуальный тотал на команду Колорадо Эвиландж и больше двух с половиной заброшенных шайб. Ну, а если вы хотите еще больше прогнозов, подписывайтесь на РБ. Редактор субтитров А.Семкин